Ой! Помогите! Помогите! Ну ты что с тобой? Помогите! Помогите! К счастью, это лишь сценарий. Утопить алтайских моржей не так уж и просто. Сегодня дождливый день и на берегу никого нет. Но для себя жители края уже открыли неформальный купальный сезон. Хоть и в регионе закрыты все пляжи, окупание в диких местах запрещено. И все же люди уже начали тонуть. 70% у нас людей погибает именно в таких условиях, когда человек теряет контроль, надеется на какие-то свои возможности, а их вода не терпит. Она сразу забирает таких непослушных. А иногда причиной смерти на воде может стать обычная судорога. Главный алтайский морж делится лайфхаком. Ой, ногу схватила! Судорога! Сначала надо тянуть, а потом на себя. А их привлекают, когда спасать поздно. И надо найти уже не человека, а его тело. У водолазов всегда найдется работа. В прошлом году за лето в крае утонуло 50 человек. Чаще всего это либо пьяные, либо дети без присмотра. За некоторыми приходится погружаться на глубину около 100 метров. Бывают случаи, конечно, что уносят, особенно на реках с быстрым течением, допустим, как Чумыш, или в весеннее время, когда, значит, идут поводки и воды. Допустим, в том году мы искали двух мальчиков на реке Песчаная. Их унесло порядка километр-полтора. И как бы нашли их уже, когда они сами подсплыли их на дуло. Как раз сегодня водолазы нашли еще одного утопленника, 39-летнего мужчину из Целиного района. На днях тело 13-летнего мальчика из Тогульского района. Ранее в Красногорском районе умер, ребенок стало плохо в воде. Во Власихе мужчина прыгнул в озеро, где у него случился сердечный приступ. А купальный сезон только начался. Вообще, когда из жары вы попадаете в холод, это отражается негативно на организме. И особенно, если организм перед этим подвергался воздействию алкоголя. Это развивается такой спазм сосудов кожи. Активируется, вернее, происходит угнетение центральной нервной системы. И в результате этого может быть рефлекторная остановка сердца. В воде человека может ожидать инфаркт миокарда, сердечная смерть и много других сюрпризов. Часто рядом некому оказать первую помощь. И не у каждого на жизненном пути встретится такой человек-морш. Я познакомился со своей супругой, когда она отдыхала. И посторонний человек я не знал даже. И попросил помощи, и оказал. И вот мы как-то подружились. И вот уже 40 лет мы живем вместе. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком.